У нас в Южном информационных пространств становится все больше и больше. Я вот сегодня открыла сайт нашего депутата Горина, и поэтому хочу еще раз всех обратиться ко всем депутатам. Если мы пишем какую-то, даем какую-то информацию, она должна быть очень правдивой. Потому что единственная фраза, которая там была написана, она меня просто не то, что там обила, а даже оскорбила. Потому что работники библиотеки нашей замерзли и обратились к депутату Горину, точнее, обратились ко всем депутатам, и только один депутат Горин откликнулся и дал им тепло. В кавычках, конечно, дал тепло. Я говорю о том, что если Александр Васильевич пишет, дает какую-то информацию, называйте фамилии. Ко мне никто не обращался, меня никто никуда не приглашал. Почему пишут все депутаты? Это первое. Второе. Там написано о том, что депутату Горину не дают выхода на телевидение. Я специально позвонила на телевидение и спросила, сколько было депутатских трибун с октября прошлого года по октябрь сегодняшнего года. Было 32 депутатские трибуны. Из них два раза выступал Горин. У нас 36 депутатов, а было 32 депутатских трибуны. То есть мы должны более тактично относиться друг к другу, уважаемые депутаты. И не надо пиариться, еще не началась предвыборная кампания, не надо пиариться за счет других депутатов. Это просто некрасиво. Я уж не говорю о центре реабилитации детей и инвалидов, я об этом еще скажу. На следующей сессии. Может быть и на следующей сессии. Я найду еще момент, когда сказать. Спасибо. Шея? Ну Горин, фамилия была. Да, пожалуйста, пожалуйста. Горин, пожалуйста. Уважаемая Владимира Александровна, очень приятно, что вы следите за моей политической жизнью, за моим сайтом. Только, пожалуйста, не надо вырывать из контекста. Горин не пришел и дал тепло. Люди ко мне обратились, и я пришел на встречу. То есть это именно было в том, и все могут убедиться, зайдя на сайт. Где тепла не было, скажите мне. Наши городские библиотеки? Спасибо. Евгений Николаевич, сейчас, тихо. Тише, тише, тише. Все, я вас прошу, политика не занимает. Я конкретно о тепле говорю. С чего у нас тепла нет? Я информацию по этому, бля, не имею. Так у нас что? Я не знаю, наши политические лидеры дают тепло, что ли? Майя Петровна. Тут имело цвету тепло в духовном значении этого слова. Ай, я не знаю, что я не знаю. Все, снимается вопрос. Все, снимается. Виктор Иванович, пожалуйста. Поручить его и наступить. Пусть запогрели. Мне попросили эту тему опять поднять, она уже поднималась в нашем зале. Это автомобильная дорога Южная Одесса. Она с каждым днем хуже становится. И особенно опасный участок в районе Новых Белях, еще в связи с тем, что там по обочинам с одной и второй стороны стоят большегрузные автомобили. Просто эти ямы уже и объехать там практически невозможно. То есть, надо что-то делать. То есть, выходить на губернатора, давайте совместно какую-то систему напишем. Может, в народный бюджет, который формируется на следующий год, давайте закладывать эти деньги. Потому что мы делаем там медицинский осмотр, а дорога это не менее важно. И что мы ждем какой-то трагедии, потом скинемся и все начнем латать. Давайте мы обратимся к губернатору и обл.автодорку, кому еще они через сессию. Вы не возражаете, а ты мне сессию? А ты мне сессию не возражаете? Хорошо, а ты мне сессию обратимся. Подготовьте. Кто то, чтобы обратиться к керевнисту области по вопросу дороги Южная Одесса? Кто запрошу голосовать? Это отрезок Южного ОПЗ, скорее всего. Кто против, утримались, принято. Ну мы его оформили правильно. Кто у нас? Харитонова. А кто с экономической? Оля, запиши и готовьте. Мы не можем ли мы собрать вопрос в отношении получения кредита через банк? Наши номер на выключающих компаний? И отменить наш вопрос в отношении получения кредита. А в банке все тепло морально. Я вас прошу, не превращайте сессию в какие-то балаганы.